Здравствуйте дорогие друзья! Приветствия и почтения вашему вниманию небольшая обзорная тема для настройки перед летним солнцестоянием 21 числа. Читает Лора. Отец-Абсолют. Две реальности. Энергетический цикл обновления Земли. Здравствуйте дорогие мои любимые дети! В продолжение моего предыдущего послания сегодня я хочу поговорить с вами еще об одном аспекте сакрального числа 12. И проявляется он в том, что 12 лет включают в себя также энергетический цикл обновления Земли. Цикличность, развитие всего живого характерно для всей Вселенной, поэтому ваша планета не является исключением. Но последние 12 лет это уже не просто очередной этап энергетических изменений на Земле, а новая веха в ее эволюции. Ваша планета долго к этому шла, преодолевая один этап за другим, переживая взлеты и падения в зависимости от происходящих на ней событий. Так, в период расцвета человечества ее вибрации поднимались вместе с вибрациями ее обитателей. А во времена Инквизиции, Кровавых войн и революций вибрации ее падали под воздействием энергий агрессии, боли и страданий людей. Но сейчас наступил уникальный период ее развития, так как, несмотря на царящий в мире хаос, разногласия и военные конфликты, она не только удерживает свои вибрации на высоте, но и уверенно продвигается в новое высоковибрационное пространство. Таким был задуман этот уникальный в истории Вселенной эксперимент переход целой планеты на более высокий уровень ее развития в кратчайшие даже по земным меркам сроки. Более того, такая возможность дана и лучшим ее обитателям, тем, кто сумеет поднять свои вибрации до ее уровня, а значит будет способен перейти вместе с ней в пятое измерение в своих физических телах. И в последние 12 лет стали для многих людей решающими. Но если раньше обновление Земли происходило через разрушительные природные катаклизмы и гибель целых цивилизаций, как это случилось с Гипербореей, Лемурией и Атлантидой, то сейчас такие катаклизмы носят щадящий очистительный характер. Так людям дается возможность осознать свою ответственность перед Землей и, соединившись с ней духовно и энергетически, совершить невиданный в истории человечества совместный с ней эволюционный скачок в новую эру пятого измерения. Конечно, не все смогут подняться своим сознанием до этого уровня, но все же такая возможность предоставляется каждому человеку на Земле, независимо от возраста его души. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, отец-абсолют говорил с вами, приняла Марта. Маленькое дополнение. 15.15.15.06.2024 год. Очень интересная цифра. 15 в сумме это шестерка. Мы сегодня имеем дело с эмоциональным идеализмом и поэтому предлагаю вам... Здесь на канале, кстати, этот ролик есть, но если вы не хотите его находить, то вы можете здесь и сейчас разместить вместе с пледянскими эмиссарами света вокруг себя кокон эмоционального исцеления на 24 часа, а еще вы можете разместить камеру эмоционального исцеления, она минут 30-40. Можете лечь под колени, положить подушку и пригласите свое высшее Я, пригласите Христа, Марию Магдалину, пригласите Софию в свое сердце или сердечное пространство, или внутренний мир и заземлитесь с планетой Земля. 30-40 минут. Сегодня день Сатурна, суббота, поэтому очень кстати перед летним солнцестоянием, в субботний день, позволить себе камеру эмоционального исцеления, также вы можете разместить камеру FEMT. На канале есть, загуглите, YouTube Лора Шереметьева, сеанс в камере эмоционального исцеления. С вами в глубоком спокойствии.